Ситуация в России напоминает возвращение к временам смуты, бунтов, опричников и смены власти. Так считает советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. В эксклюзивном комментарии Фридом он спрогнозировал, а как же будут развиваться события в Российской Федерации в дальнейшем. Ну, во-первых, давайте наблюдать дальше, потому что это только начало, и, несомненно, это приведет к определенным существенным изменениям, трансформации в политической системе России, это первое, независимо от исхода именно этого раунда. Второе, это объективный исторический процесс. То есть мы сегодня понимаем, и тот же субъект Пригожин публично сказал о мотивах войны, что они совершенно не соответствуют той пропагандистской, скажем, информационной шумихе, которую Россия долгое время вела. То есть Россия напала на Украину исключительно ради уничтожения Украины. И, соответственно, так как Украина эффективно сопротивляется, то в самой России конфликты внутри элиты уже вышли в публичную плоскость, и это будет только разрастаться. Вторая, третья составляющая. Только что Путин заявил о том, что Пригожин является предателем страны, и что нужно его немедленно уничтожить. То есть, грубо говоря, мы с вами имеем традиционный внутренний элитный конфликт, который перерастет в гражданскую войну. Несомненно. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, но тем не менее это объективная историческая реальность. Ну и четвертая составляющая. Давайте не забывать, что, во-первых, и Пригожин, и Путин являются военными преступниками. Сегодня ночью 49 ракет залетело по городам Украины, по мирному населению. Россия продолжает геноцидного типа войну. И для нас важно, чтобы Россия в таком виде перестала существовать. Еще раз подчеркиваю, в таком политическом виде она должна перестать существовать. И мы будем приветствовать любые гражданские неповиновения, которые будут нарастать в Российской Федерации. Единственное, что нужно помнить, Россия в таком виде точно не будет существовать. Для этого нужны качественные дальнейшие наступательные операции вооруженных сил Украины. У нас есть единственный способ выстроить правильные отношения. Это выбить Российскую Федерацию полностью с оккупированных территорий, выйти на границы 1991 года. После этого в России будет идти определенный период хаоса и внутренней дестабилизации. Потом будет сформировано транзитивное переходное правительство, с которым будут подписаны следующего типа договора. Это договора о юридической фиксации итогов войны и послевоенного мира, где Россия должна будет зафиксировать свой отказ от части наступательного оружия. Россия будет вынуждена согласиться с проведением международной конференции по контролю над ядерным оружием. Выяснение, какой механизм контроля будет Россия, будет подписывать проект репарационных выплат. И Россия будет отдавать на международное правосудие, в рамках международного правосудия, тот объем военных преступников, который останется после гражданской войны в самой России. Ну вот, собственно, следим за всем, что происходит не только в Украине, а и в мире. И, конечно же, сейчас в Российской Федерации разворачивается, возможно, новая революция. Посмотрим.